всем привет с вами как обычная виктор и я вновь играю в готику 2 возвращение баланс и сегодня мы с вами продолжим заниматься дверь не уже сегодня мы наконец-таки закончим заниматься квестом артефакты древности и в предыдущем эпизоде я с вами остановился на том что попал на остров эту и добыл оттуда тот самый амулет и три рамар давайте мы сейчас похвастаемся этим ксардосу я достал амулет три рама что неужели тебе это все таки удалось да ты не перестаешь меня удивлять хотя мне уже надо было давно привыкнуть к этому надеюсь тебя не мучает совесть что из-за этого амулета тебе пришлось отправить на тот свет столько людей возможно ты совершил ошибку ладно хватит попусту молоть языком теперь чтобы получить мору ларду тебе осталось сделать только одну вещь совершить церемонию подношения дара беля отправляйся к ближайшему алтарю заклинаний темного бога возложили амулет его основанию и проси даровать тебе темницу душ обо всем же остальном позаботиться сам беля один из таких алтарей ты найдешь на верхнем этаже моей башни так что не теряй времени и помни что я тебе сказал темный бог и тер и коварен не думай что если ты отдашь ему этот амулет то ты обязательно получишь свою награду я надеюсь что все мои усилия не пропадут даром ну что ж это тонкий намек на то что шанс получения этого могут морал ларду не стопроцентный то есть возможно нам придется немножко по загружаться прежде чем мы получим данный артефакт так скорее всего это зависит от благосклонности но прежде чем мы это сделаем начну с приятного давайте мы с вами сейчас немножко повысим наши статы а за счет того что нам удалось найти в предыдущем эпизоде повысим свою силу ловкость и смотрите сколько я здесь всяких разных зелий наготовил на выносливости из вишни троллей на ману из грибочков еще на ману из огненных корней и здесь вот мне удалось изготовить два эликсира из диких два эликсира из лесных и еще один эликсир из царского щавли таким образом я повысил свою жизнь аж на 50 единиц что же это очень очень круто мне все это очень нравится ну а сейчас давайте мы попробуем все таки совершить этот ритуал и посмотрим дарует ли нам билер морал арту так конечно же надо сохраниться так как шанс как я уже сказал не стопроцентный билер все наверняка зависит от благосклонности давайте попробуем и я понял либо у нас не получилось либо нужно было просто этот коготь я уже и забыл про эту вещь черт возьми этот чертов сыньяк давайте мы сейчас тогда сначала выкинем коготь а потом попробуем совершить попытку еще раз так кстати говоря я понял почему она у нас сбросилась с панели быстрого запуска билер а в тот раз кстати смотрите пеллер 17 у них вроде было написано билер 22 или это глюки или это я получил за то что вот это за то чтобы молился я плюс 5 получила тогда видимо какой-то визуальный глюк был а что ж билер нам даровал морал ларту я уж не помню что это это то ли амулета а но то темница душ это что-то типа я не знаю что типа руны или что-то типа я не знаю какого-то специального камня я уж даже немножко подзабыл что же это такое да вот смотрите это руна сила этой руны способна поработить душу любого существа сам билер даровал мне это заклинание так она нам пригодится когда мы будем сражаться с сыньяком хорошо я думаю что сейчас следует об этом заложить к сардасу что у нас все получилось а после наверное отправимся в еркендар будем докладывать обо всем что мы сделали золотому дракону темный бог даровал мне мора у ларту что ты все больше и больше удивляешь меня теперь в твоих руках находится могущественный артефакт дарующий тебе способность ловца душ ловца душ да и скажу тебе честно немногие владеют этим знанием в основном это демоны и подобные им существа которые унаследовали эту способность при рождении или же им были дарованы эти знания правда не всем а только самым могущественным из них для людей же эти знания практически недоступны но зачем нужны души ты сам до сих пор не осознаешь чем ты теперь владеешь душа это самое ценное что есть у живого существа это источник нашей магической силы которую мы используем для сотворения магии ко всему прочему душа живого существа обладает рядом и других необычных свойств но они их мне практически ничего не известно именно поэтому душа так высоко ценится объясни как использовать все эти знания это не так уж и сложно у тебя есть мора у ларту этого вполне хватит чтобы не дать душе ускользнуть после смерти ее обладателя однако использовать ее силу ты не сможешь люди не умеют обращаться с ними также как это делают например те же демоны пожирать их тем самым увеличивая свою силу и могущество тогда что мне с ними делать возможно темный бог сможет принять пойманные тобой души в качестве дара а ты естественно сможешь выпросить у него для себя что-либо ценное взамен только не стоит наивно полагать что его награда будет через чушь хорошо мне все ясно я думаю что сейчас следовало бы дать несколько дополнений ко всему к этому я окончательно вспомнил что это за вещь такая и собственно говоря для чего она нам пригодится во первых она поможет нам пленить души сыньяка и заключить его снова в коготь тем самым сделая нашу руну намного намного сильнее а также она позволит собирать нам души с убитых существ причем неважно каких существ будь то я не знаю какая-нибудь там крысы или будь то я не знаю какой-нибудь даже человек вот разницы вроде как в этих душах особо никаких никакой нет вот собрав какое-то количество душ мы сможем потом их обменять у какого-нибудь алтаря белиара и получить какую-то награду в оригинальном возвращении мы могли получить я по моему при обмене достаточного количества душ прибавку к максимальному здоровью там или что-то вот в этом роде то есть награда была достаточно стоящая здесь я предполагаю что все это давным-давно порезано и особо ничего ценного мы не получим но может быть лишь только небольшую горстку опыта если вы знаете что-то по этому поводу то напишите об этом комментариях я буду вам очень благодарен за всю эту информацию мы обязательно как-нибудь протестируем это заклинание вообще честно говоря вот это вот заклинание она будет скорее доставлять мне некоторые сложности дело в том чтобы эту душу заполучить необходимо прежде чем вступить в бой с тем у которого мы хотим эту душу получить на нем использовать это заклинание то есть сначала мы используем его после мы его убиваем потом собираем типа душу вот и потом собрав какое-то количество мы сможем обменять причем здесь забавен тот факт если мы сражаемся с группой противников то мы один раз использовали это заклинание и пока мы не убьем того на кого наложено это заклинание на других мы использовать это заклинание не сможем то есть как бы тут вот все так неоднозначно я даже не знаю будем ли мы этим пользоваться не будем если в этом смысл нету вообще вся надежда на вас чтобы как-то а проясните этот вопрос именно вот хотелось бы знать с точки зрения ребаланса как это все здесь может быть вам что-нибудь подскажете на этот счет я думаю что попробовать то стоит что мы теряем в конце концов там 20 единиц маны для того чтобы использовать это заклинание по моему от не так много все зависит от того что мы получим взамен я не думаю что это будет что-то чересчур щедро и что мы без этого прям дальше жить не сможем я думаю что то так какая-то маленькая приятная мелочь там виде опыта может быть все-таки при огромном количестве душ там ну парочку жизни мы получим ну не особо большие прибавки будут ну и давайте мы сейчас поделимся радостной новостью со штаром насчет нашего дела да тебе есть что сказать человек ты принес сферы я достал морал ларт значит ты все-таки умудрился достать этот артефакт да но было бы неплохо понять как эта штука работает перед тем как начать битву с синьяком используя на нем это заклинание а после того как орхидемон будет повержен забери из его плоти камень заточенной душой затем возьми этот камень и соедини его с когтем белиара на алтаре темного бога кристалл в основании клинка поглотит душу синьяка и меч вновь обретет былую мощь но хочу тебя сразу предупредить после того как используешь на синьяке магию морал ларту ты не сможешь воспользоваться крестом стихий сила морал ларту не сможет противостоять ужасающей мощи этого заклинания и камень души будет уничтожен поэтому здесь тебе придется сразиться с ильяком в честном бою и скажу прямо у тебя мало шансов ну это мы еще посмотрим теперь ты мне скажешь как добраться до синьяка нет ты должен иметь при себе крест стихий как запасной вариант если что-то пойдет не так это заклинание наш единственный шанс уничтожить синьяка поэтому принеси мне те сферы а после мы поговорим с тобой о встрече с архидемоном ну здесь есть два варианта развития событий либо мы отдаем сейчас сферы и получаем то сверх мощное заклинание которое сможет убить любого или практически любого либо второй вариант а дело в том что по последнему квесту от хранителей который я пока что еще не получил хранители нам дадут аналогичное задание найти все сферы мы можем отнести сферы как дракону так и хранителям причем ничего плохого не будет то есть неважно куда мы их отнесем мы так или иначе пройдем дальше только вот дракону все-таки отдавать сферы намного выгоднее потому что мы получим вот это вот сверх мощное заклинание которое мы можем потом использовать не для синьяка а для кого нибудь другого я не знаю как оно здесь в ребалансе работает но в оригинале его можно было вроде как использовать прямо на ком угодно его конечно лучше приберечь поэтому давайте мы отдадим сферы тебе есть что сказать я достал все сферы так тебе это удалось это очень хорошо теперь у тебя есть почти все необходимое чтобы сделать крест техники и уничтожить церяка да не хватает последней детали моего сердца только с помощью него ты сможешь объединить сферы элементов и сотворить из них крест техий но однажды ты спросил меня человек в чем смысл моего существования именно в этом он и заключается на шанс такому смертного как ты одолеть такое несокрушимое зло как синьяк ты принесешь себя в жертву? не думай об этом ты сейчас должен думать только об одном о своей предстоящей битве с синьяком а теперь отойди немного в сторонку вот возьми его для того чтобы сделать крест техий окрабли все сферы магической эссенцией взятой взятой из моего сердца а потом просто соедини их вместе используй для этого рунический стол после того как сделаешь это настанет время встретиться с архидемоном как добраться до синьяк? его обитель находится в самом центре лэнга в мире демонов ни одному смертному туда просто так никогда не попасть поэтому единственный способ заставить синьяка сразиться с тобой это призвать его в этот мир просто возьми эту вещь что это? золотой рокохианти магический артефакт звук которого способен призвать любое существо к его владельцу но только лишь один раз синьяк не сможет противостоять силе этого артефакта и явится на твой зов как ты уже наверняка понял место встречи с синьяком ты выбираешь сам поэтому постарайся использовать его с умом ну это мы еще посмотрим теперь это все что тебе следует знать и кажется мое время вышло я уже чувствую как мои силы уходят я слабею я слабею ступай человек и запомни все то что я тебе сказал не подведи меня ну вот и все теперь осталось как вы понимаете уничтожить только синьяка но прежде чем я отсюда уйду я хотел бы вам показать еще кое-что интересное кстати говоря если бы мы не отдали бы ему сферу то дракон бы остался жив но я все таки думаю что я выбрал правильное решение но сейчас я вам покажу один маленький отайник а дело в том что так 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 стоп 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 а дело в том что если мы вот так вот пройдем сюда чуть чуть дальше поднимемся по этой горе то здесь мы сможем найти небольшого такого босса за которого мы сможем получить героический бонус это у нас каменная пума давайте мы сохранимся и попробуем с ней сразиться в принципе сражаться она не представляет для нас такой опасности получаем плюс 2 к очкам обучения и собираем с нее какой-то каменный глаз и все здесь я так понимаю больше ничего интересного нет осталось один вопрос а как мы отсюда выберемся так куда же интересно идет этот путь так нет 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 только не прыгай хотя если прыгнуть в воду это где-то на болотах это где-то возле лагеря бандитах я думаю что мы выживем давайте попробуем это сделать ну ладно я смотрю у нас слишком большое количество здоровья плюс еще акробатика похоже мы сейчас можем прыгать прямо вообще с любой высоты и это нам особых повреждений то не нанесет ну что ж давайте раз уж начали то закончим с этим квестом давайте подготовимся и попробуем собственно говоря уничтожить циньяка как вы понимаете использовать заклинание крест стихии который гарантированно убьет циньяка я никак не желаю мне хотелось бы все таки заполучить его душу и потом усилить нашу руну когти биляра но все таки крест стихии заклинание полезное я его сэкономлю и потом возможно куда-нибудь обязательно потрачу давайте мы сейчас попробуем это заклинание сделать делается оно на руническом столе нам потребуется для этого чистый рунный камень хорошо сферы ну и соответственно эссенция из сердца дракона что ж крест стихии мы сделали руна одноразовая урон магии 1909 способна уничтожить любое существо включая бессмертное интересно а сработает ли это на драконах а ведь мы можем приберечь и использовать это заклинание на каком-нибудь из драконов а почему бы и нет я думаю что это было бы более рационарно что ли так а теперь давайте подготовимся так пятерочку где тут наш этот крест стихии так крест стихии где же он а не крест стихии морал ларту вот что нам нужно так давайте вот так так давайте восстановим нашу ману в принципе у меня есть идея попробовать выпить напиток вот этой вот двойной маны вот он к тому же мы сможем в будущем купить рецепт изготовления такого напитка двойной маны или я уже покупал честно говоря я не помню я просто запланировал себе кучу разных дел а так я уже запутался что я делал что не делал по моему этот рецепт я еще не покупал его можно купить у лютера если я не ошибаюсь и в городе и стоит он 5000 монет или у саландрилу ну у кого-то из них так но это вопрос спорный стоит не стоит это зелье нам увеличит запас нашей маны вот видите сейчас она у нас практически 500 единиц увеличит где-то вот 900 там с чем-то 950 где-то станет вот так и для того чтобы призвать сыньяка нам необходимо использовать специальный какой-то рог только вот где он он же тут должен где-то находиться да если я не ошибаюсь ага вот вот звук этого артефакта способен призвать архидемона сыньяка горн можно использовать только один раз в принципе дракон сказал что мы можем призвать его где угодно но я не думаю что есть какая-то разница давайте попробуем призвать его где-то прямо здесь ну а почему бы и нет впрочем какая разница так давайте напиток двойной маны сейчас будет смешно если сыньяк окажется чересчур простым противником и что это того не стоило наша мана 954 и попробуем теперь призвать его кто посмел потревожить мое уединение так я понял я пожалуй не буду все это зачитывать здесь нет ничего интересного здесь будет сейчас диалог сыньяк сокращается на нас как мы посмели потревожить его что это все такое он чувствует то что у нас есть вещь которая по праву должна принадлежать ему это коготь биляр он говорит коготь мо и все такое так все это пропускаем здесь нет ничего интересного к тому же это все не озвучено так мне вот смущает этот инвентарь который не закрывается так используем морл ларду а как тебе это демон он прекрасно понимает что мы сделали это лишь только усилит его гнев так ладно хватит болтать пора заняться делом так ну давайте попробуем его уничтожить я не знаю чем его лучше бить как копьем тьмы или когтем биляр все-таки копьем тьмы да вот ведет он себя как обычный демон то есть сначала он будет пользоваться магией вот так вот стреляя в нас магические заклинания а после как только его здоровье упадет где-то до кстати одома же неплохо так где-то до процентов 20-30 он пойдет и будет пытаться атаковать нас в ближнем бою вам может показаться что мана моя не тратится но дело в том что там сейчас использовался тот самый сверх запас маны я думаю что смысла в этом то особого и не было ой 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 началось началось он пошел в ближний бой да я думал что это будет это более эпичный бой что ли это вообще не составило никакой проблемы и использовать здесь крест стихий наверное просто глупо было бы мы получаем плюс пять к очкам обучения еще получаем новый уровень и целую кучу опыта прекрасно а также мы получаем камень с душой сыньяка что ж у нас все получилось квест артефакты древности у нас попал наконец таки выполненные ну и теперь я думаю уже в качестве бонуса и наверное мы должен сделать то что я хотел объединить рунок октябеляра с душой сыньяка для того чтобы увеличить силу нашей руны правда вот после этого появится один маленький минус она скорее всего да не скорее всего она сто процентов будет требовать больше маны похоже мы поговорить ни с кем не можем возможно стоит поговорить с ксардосом давайте мы сейчас тогда прямо к сардосу и отправимся но если мы не сможем с ксардосом поговорить то по крайней мере попробуем хотя бы арону улучшить так нет не к таверне не к таверне меня интересует телепорт к сардосу а вот а со следующего эпизода я наверное займусь уже наконец таки хранителями для начала надо бы все таки уже закончить с ними а после я думаю что мы с вами займемся наконец таки храмом спящего но пора было это сделать у меня есть душа архидемона сэньяка сэньяка а ты зря времени не терял да что же тогда в твоих руках воистину настоящее сокровище душа архидемона не похожа на все остальные ее магическая сила огромна и совладать с ней ты будешь просто не в состоянии однако тебе это вполне будет под силу с помощью какого-нибудь мощного магического артефакта вложив в этот предмет магическую основу души ты сможешь увеличить его мощь и что это должен быть за предмет он должен иметь магическую суть создания ибо только структура подобных артефактов позволяет заключить в них магическую силу души как насчет когтя белиара коготь думаю он бы идеально подошел для этого ведь его создателем была магия темная магия белиара как мне тогда перенести душу архидемона в этот артефакт подойдет любой магический алтарь темного бога его аура позволит тебе осуществить ритуал переноса души большего от тебя ничего не потребуется кроме конечно благосклонности самого белиара если ты достоин этого то полагаю что он тебе не откажет в этом да похоже здесь сейчас возникнет маленькая проблемка благосклонность я совсем забыл про это похоже для того чтобы улучшить нашу руну как тебя беляра нам потребуется благосклонность причем много благосклонности под много это вроде как более ста единиц если я не ошибаюсь ну щас посмотрим беляр так перенести души саньяка в коготь беляра ну да да что я и говорил а похоже так же кстати говоря мы сможем даровать душу саньяка возьми это в благодарность за твой дар 20 жизненной энергии две с половиной тысячи опыта но поверьте это не стоит того лучше все таки я думаю улучшить нашу руну как тебя беляра это будет более стоящим вариантом но для этого потребуется благосклонность и похоже что более ста единиц как получить такую благосклонность а наверно сейчас придется сидеть и просто напросто крикать проверенным способом повышая благосклонность по единичке то есть повышаем повышаем потом подлечили снова повышаем я вам уже показывал раньше данный способ но при этом важно отметить то что повышая благосклонность беляра на единицу мы теряем единицу благосклонности у Инноса я не знаю если мы будем действительно сейчас этим заниматься то мы потеряем всю благосклонность у Инноса она очень сильно уйдет в минус там будет под минус 100 где-то и ну как-то я даже не знаю ничего насчет этого пригодится она нам в будущем не пригодится есть ли в этом смысл ну в общем я пока в раздумьях нахожусь пока подумаем сейчас я пока заниматься этим не буду вот ну а если у вас есть какие-то предложения советы на этот счет то вы можете смело их написать в комментариях я обязательно все это почитаю и ну приму к сведению а на этом я буду заканчивать собственно говоря с квестом артефакты древности буду заканчивать также и данную серию а со следующего эпизода мы наконец-таки вернемся к хранителям и закончим с веткой хранителей а с вами все это время был я Виктор если вам понравилось данное видео то не забудьте поставить лайк подпишитесь на канал если вы хотите увидеть новые видеоролики по Готике 2 ну и до встречи в следующем эпизоде до встречи! до встречи! до встречи! до встречи!